Сегодня страна обсуждает отъезд Аллы Пугачевой и ее пятого мужа Максима Галкина вместе с детьми в Израиль. Но есть люди, которые этой артистической паре, так много сделавшей для России, признательны по гроб жизни за их большие сердца и благие дела. В 2012 году в Москве заболела Юлька, Юлия Глизарова, писатель, журналист, прим. «Рэд?» – рассказала ее подруга Марина Деревяшкина. «Мы все переполошились. Мы ее друзья, ближние и дальние, подняли на ноги всех медицинских светил Москвы. И медицинские светила ее приговорили, не жилец. Единственный, кто сохранял полное присутствие духа, Юлин муж. И в то время, как мы сокрушенно перезванивались, цокали языками, качали головами, множа этот ужасный приговор, не жилец, не жилец, не жилец, Володя тихонечко собрался и куда-то уехал. Ненадолго. Всего на один день. На встречу с человеком, который изменил всю дальнейшую Юлькину судьбу, вспоминает подруга. «Я не знаю, как они говорили, но вернувшись, Володя сказал, какие у него добрые глаза». Юлька, еле ворочая языком, потому что она уже не понимала, что с ней происходит, прошелестела по телефону, «Мы улетаем в Хайфу», — говорит подруга, она именно прошелестела. «Когда мы ее провожали, мы понимали все». Прошло какое-то время, и в клинике Рамбом Юлька была спасена, поставлена на ноги, превращена в очаровательную, энергичную израильтянку. Даже умудрилась там выпустить роман «Мятежники» и получить почетное звание.